Всем привет! Вы на канале Гараж28. Сегодня я вам расскажу смешной советский старый лайфхак. Итак, перед нами шайбы. Это у нас под М4 идут шайбы. Это у нас под М5, под М6, под М8 не нашел. Это у нас под М10 уже шикарные шайбы и под М12. Стоимость таких шайб приблизительно на 2021 год равна от внутреннего до внешнего диаметра. То есть, вот такие шайбы где-то по 5-10 рублей. Эти приблизительно так же. Под М6 идут где-то рублей до 20 уже. Можно даже немножко расширенную взять. И вот эти шайбы идут у нас уже где-то от 10 до 40 рублей. Где-то есть цена подороже, но там идут уже пакеты, допустим, по 10-5 штук фасованные. Ну, обычно крат на 2 идет сортировка. То есть, ну, 6 штук, 4 и так далее. И откуда я взял этот лайфхак? Москвич. Всему виной новоприобретенный москвич, который не перестает меня удивлять. До такого лайфхака мог додуматься только русский Ванька, блин. Вот саморез. Под него нужна шайба. Шайба желательно, чтобы была с подходящим внутренним диаметром, соответственно, и с большим внешним диаметром. Где взять шайбу? Ну, идти покупать шайбы не резон. Ответ очень прост. Копейка. Эта монета 1 копейка. Да, те, которые совсем недавно у нас выводили из оборота. Цена шайбы, получается, 1, блин, копейка. По диаметру внешним она намного больше, чем под М6. Она как М8 идет, наверное. Диаметр где-то 12 получается. Даже больше шайбы под М12 не пролезают внутрь. Значит, где-то 14. И саморез. Идеально под нужный размер сверлится. Вуаля. Готовое решение. И таких решений я нашел 4 штуки. Да, здесь уже закисло. Но видно, что это реально копеечные монеты. 1 копейка, 1 копейка. Тут все в окисли. 1 копейка, 1 копейка. Это я снимал алюминиевые накладки из порогов. И вот такое решение предыдущий или предпредыдущий хозяин придумал. Это, блин, гениально. Где ты найдешь такую здоровую шайбу с нужным тебе отверстием, которое ты сам себе просверлишь, за 1 копейку? Я думаю, у многих до сих пор еще и 1, и 1, и 5, и 10 копейки монеты еще валяются. И сейчас с ними возиться проще, мне кажется, их просто сдать. Но принеся их в гараж, они становятся практически шайбами под любой диаметр. То есть ступенчатым сверлом внутренний диаметр выбираешь, какой тебе нужен. И все. Металл на монетах довольно мягкий. Я не буду убрать, потому что не знаю, какой именно. Но это не чистое железо. Они сверлятся очень легко. По-моему, они у нас дают какой-то окисел, но не ржавеют. То есть просто окисляются. Такой вот лайфхак. То есть зачем платить по 5, по 10 рублей за одну шайбу, когда можно найти их дома? Видимо, нет. Принести, просверлить. Цена вопроса вот этих 4 шайб, соответственно, 4 копейки. Кому, блин, понравился лайфхак, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на основной канал, на лайф-канал, на инстаграм. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Видосик был коротенький, но довольно информативный. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Блин, я вот человек еще с советской формацией. Застал очень много разных решений. Таких вот. Раньше это называлось не лайфхак, а советы бывалых. Так скажем, полезные советы. ЦУ, ценноуказания. И ни разу я еще не натыкался вот на такое решение. Болты некоторые так хорошо окислились, что они сцепились саморезами. Вот эти, вот эти. Вот этот, допустим. Что он, по сути, является уже практически литым саморезом со встроенной впаянной шляпкой. Такая вот фигня. И да, внутрянка москвича красится вся в красный, темно-красный цвет. Москвич еще тот прикол. Я думаю, подобных видосов еще будет немало. Там всегда что-то непонятно находится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова THE EYE Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова